Более даже не представляем, как выглядит рыболовный кукан. Зато мы знаем, как поднять цвет волос на несколько уровней. Или как добиться долгожданного оттенка 8.32. А вы, мужчины, разбираетесь в наших женских штучках? С этой кучей непонятных слов можно и нужно разобраться. Итак, на повестке дня первое замудренное словечко. Иллюминирование. Ну, мне кажется, ну, иллюминирование. Ну, что-то со светом, может, вы себе лампочкой сюда подвешаете как-то. Что-нибудь люминесцентное, там, знаете, какая-нибудь губная помада. Я в клубе видел, а я был в клубе. Вот если обвеситься вот этими синими лампами с отражателями, то женщина, во-первых, будет светлая, как я уже сказал, а во-вторых, неотразимая сама этого. Никаких гирлянд, только здоровый блеск волос. Мужчины почти догадались. Иллюминирование – это стойкий вид окрашивания без окисления, с помощью которого можно получить цвет волос и улучшить качество. Иллюминировать – значит придавать блеск волосам. Цвет волос можно и не менять, а наоборот – насытить свой уже имеющийся. Эта процедура восстанавливает волосы. Состав обволакивает каждую волосинку пленкой, заполняя поврежденные места. От других видов окрашивания и иллюминирования отличается возможностью получить не только новый цвет, но и неповторимый оттенок или перелив. К тому же волосы становятся более послушными, легче поддаются укладке, становятся зрительно объемнее. Следующее по списку – магическое слово «растяжка». Мужчины, ваше предположение? Я не знаю, но чего вы растягиваете. Щеки в стороны? Лба-а, лба-а, чеседак от себя ходит. Я в кино видел, там Жан-Клод Ван Дамм, у него тоже такая растяжка. Он на шпагат садился, и так он мог ногу поставить вертикально. Видимо, процедура такая. Начинают тянуть здесь, и вот пока отсюда ноги не вырастут, вот и упражнение не заканчивается. Я думаю, так. Растяжка – это такая техника окрашивания, когда от более темных волос мы растягиваем цвет более к светлым. В данном случае мы сделаем растяжку и добавим немножко больше светлых прядей и затемним корни. Для того, это зрительно придаст объем. Мы, девочки, тянем цвет по всей длине волос и получаем свежий воздушный образ. Такое окрашивание освежает цвет лица и буквально отнимает от истинного возраста несколько лет. Окрашивание длительное, но результат того стоит. Мягкий, плавный переход от более темного цвета у корней к светлому, будто выгоревшему на солнце. Важно соблюдать все тонкости технологии и использовать современные безопасные красители. Ну, с аэрографией-то должны разобраться? Это вроде вам знакомо. Аэро, это же совершенно очевидно, что это связано с самолетами. Аэрография. А, на ногтях? Да ладно. Что, серьезно? Знаешь? Да? Я угадал. На ногтях. Да что ты сразу-то палишься? А я угадал! Надо же, какие подкованные. Аэрография – это прорыв в мире ногтевого дизайна. Маникюр и педикюр теперь проходят в несколько раз быстрее. Аэрография очень удобна тем, что она экономит время как мастера, так и клиента и делается за считанные минуты. Можно забыть про однотонное покрытие и начинать фантазировать. Держаться такие дизайны будут максимально долго. К тому же все это безопасно. Рисунки наносятся гипоаллергенными красками. Вот такая она – аэрография. И вот такие они – наши женские штучки. Женщины хорошо разбираются в одном, мужчины в другом. Каждому свое. Но что такое рыболовный кук-кан, я обязана узнать. Дарья, дежурная по рубрике.